Есть, как мне кажется, другой очень важный способ, как там может всё резко поменяться. Единственной силой, которая однозначно в одном значении, то есть без компромиссов и каких-то сглаживаний, в отличие от целого ряда политических сил Европы и, к сожалению, Соединенных Штатов, вот единственная сила, которая даёт настоящий твёрдый отпор вот этой самой чекистской гидре, Кремлю и террористическому консорциуму под названием Российская Федерация, являются ЗСУ. Поэтому я считаю, что если кто-то вообще говорит о бузниках кремлёвского режима, который там находится, об несправедливости, о преступности российской власти, обо всём том, что там им у самих, у них там тоже вызывает негодование и так далее, то надо смотреть правде в глаза и понимать, что единственная сила, которая способна, собирается и неоспоримо реализует эти планы и положит, действительно перебьёт хребет этому Левиафану, это ЗСУ. Права Лайма в том, что она призывает помогать ЗСУ, донатить. Права в том, что призывает вооружать Украину как можно лучше. И я полностью присоединяюсь к этим требованиям. Конечно, в странах Восточной Европы понимают, куда, наверное, лучше, чем в некоторых странах совсем уж западного мира, что представляет из себя вот эта самая угроза репрессивной, КГБшной, ныне ФСБшной системы, которая просто не остановлена. Она будет идти до тех пор, пока не будет остановлена силой. Другого тут рецепта с ними действовать как нету. Дипломатия, переговоры, всё это зиждется только на одном. На успехах Вооружённых сил Украины. Вот когда Вооружённые силы Украины окончательно разгромят Орко-армию, освободят прекрасную украинскую территорию до границ 1991 года, я уверена, что начнутся тектонические процессы по развалу этой омерзительной системы человека-ненавистничества. Приведёт это к тому, что в лучшем случае это распадётся на многие страны. Если там будет достаточно у них на сегодняшний день отваги и энергии, то находящиеся в тюрьме народов, ещё имеющие, что сказать миру, элиты этих народов, должны бы, мне кажется, сейчас резко воспользоваться наконец-то зашатавшейся вот этой кремлёвской властью. Потому что всё, что делает ЗСУ, чрезвычайно успешно, отважно, профессионально и героически, приводит ровно к этому результату. Власть держать Кремлю становится почти невозможно, с каждым днём сложнее и сложнее. Там есть много повстанцев, есть много примыкающих, тысячи, в общем-то, к РДК и к региону свободы России. Это, я считаю, вот это является таким вот, знаете, путём, пройдя по которым, возможно, та оставшаяся какая-то центральная часть когда-то придёт к демократическим выборам, на которых вполне возможно победит Максим Галкин. Но только после того, как всё то, о чём я сказала, произойдёт. Поэтому давайте я ещё раз воспользуюсь возможностью в вашем эфире и призову наших зрителей донатить на ЗСУ, а также потратить минуту своего времени, найти твиттеры Джозефа Байдена, Олафа Шольца. На сегодняшний день именно от президента Соединённых Штатов зависят поставки Украине ракет Атакамс, которых мы очень ждём, и поставки от канцлера Шольца зависят поставки Тауруса, ракет Таурус, которые нам тоже очень нужны. Поэтому я считаю все остальные разговоры, понимаете, военной футурологией, к сожалению. Понимаете, когда мы говорим обо всём угодно, ну вот само развалится, там, не знаю, кровавый этот путинский повар придёт и кувалдой, там, не знаю, разобьёт что-нибудь в Кремле, значит, ещё что-то. Это всё такие, какие-то, знаете, конструкции, которые отвлекают от главного. Если говорить по сути, уверена, что даже среди зрителей, вот наших с вами сегодня, могло бы найтись достаточно активных, которые отыскали бы эти твиттеры, попросили бы своих знакомых, не отвлекаясь на всё остальное мишуру и сказали предоставить Украине Атакамс, предоставить Украине Таурус. Скальп французы вроде предоставляют, насколько я понимаю, уже. Это большое им спасибо. Также за Storm Shadow большое спасибо Великобритании. Давайте дожимать те позиции, где пока ещё повисло в воздухе это решение. К сожалению, вроде бы его должны принять. Что-то не хватает. Давайте чей-то твит станет этой последней каплей. И тогда, конечно, будет у Украины достаточно вооружения. Сразу же будет, наверное, большой прогресс. И украинцы, я абсолютно убеждена, не только добудут, но уже бы добыли победу, если бы вооружения было бы достаточно. Мария, я благодарю вас за активную позицию, за оптимизм, которым заряжаете наших зрителей. И, собственно говоря, за то, что продолжаете напоминать о важных составляющих украинской победы. Берегите себя. Я надеюсь, до скорых встреч на наших стримах. Ну и традиционно наших глядачей, закликаю поддерживать этот стрим лайком, коментарем. Звичайно ж, подписывайтесь на канал сейчас, подписывайтесь на канал Марии Максаковой. Там тоже много чего интересного. Ну и поширюйте это видео, его в такий способ сможет подивиться больше людей. Дякую. Гарно вам дякую. Разом до перемоги. Редактор субтитров А.Семкин